Здравствуйте, друзья! Международный преступник объясняет, как ему в голову приходят больные идеи. Иногда спрашивают, а вот как вы додумались для чего-то конкретного? Ответ очень простой, потому что я думаю об этом постоянно, днём и ночью. Днём и ночью в аквадискотеке лежу, и мысль одна не даёт мне покоя. Такую огромную страну растащил, всё разворовал, между своими дружками поделил. И как вот это мне обойти теперь в историю, как Пётр Первый? Да, я засыпаю, думаю об этом, просыпаюсь, думаю об этом. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданное. Сначала думал, может людям школы построить, университеты. Потом думаю, не, умными станут, сразу же себе нормального президента выберут. Не то это. Потом думаю, может рабочие места людям создать. Там пенсии, зарплаты, вот это вот социальное, вот это вот всё. Но думаю, тоже нет. Пусть лучше горбатятся за три копейки. Зато олигархи, дружки мои, каждый купит себе по четыре яхты, по пятнадцать дворцов. А лучше нападу-ка я на соседнее государство. Ну, присоединю себя к новых территорий. Войду в историю, как Владимир, собиратель русских земель. Специально для обманутого россиянина. Вот он, русский мир. Киргизы пьяные спят на остановке. Пожалуйста. Москва. Войдёт в историю, как человек, превративший Россию, вот в это. Псам режима на камеру раздают новые будки. А почему москвичи, а не иномарки? Что-то случилось? Машины китайские, телефоны китайские. Рации китайские. Ещё полгодика из русского борща перейдут на китайский рис. Город Астрахань. Освободителям отправили просроченное печенье с муравьями. Вот оно, это печенье. Мы привезли его в клуб. Вот в таком количестве. Радость моя была недолгой. Потому что здесь вот, жалко, камера не передаёт запах. Иначе бы вы почувствовали. И в каждой пачке муравьи. Вот если вы видите, вот они здесь приспокойненько полуплют. Просто ужас. Ну, какая армия, такая и помощь. Командующий 58-й армией генерал Иван Попов назвал ряженого министра обороны Шойгу предателем. Сказал, что в армии нет ни контрбатарейной борьбы, ни станции артиллерийской разведки. Освободители пачками отправляются на концерт к Обзону. Застрел внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрабатарейной борьбы. Отсутствие станции артиллерийской разведки. И массовые гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Высказал это на самом высоком уровне. Откровенно, предельно жёстко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то. И стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны. Вывели имя распоряжения и от меня избавились. Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащего жённого силы Украины. Нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательский и подло. Обезлаев армию в самый тяжёлый и напряжённый момент. Как минимум двух медалей не хватает ряженому министру обороны. За стремительный побег из Ростова и за предательский удар в спину. Издание Wall Street Journal пишет, что кроме Попова и Суровикина, примерно 30 высокопоставленных военных уволены. Или даёт показания за то, что попытались перейти на сторону повара, когда он шёл на Москву. То есть Украина уничтожила 11 российских генералов. А Россия уволила или арестовала 30 российских генералов. Ну, хоть где-то первое место. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину Gordon Shop мы смогли приобрести уже для наших вооружённых сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин Gordon Shop и приобретайте там всё, что хотите. Начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А ещё там есть конфеты, Гордон в шоколаде, птичье молоко. А ещё там есть яйца Гордона в шоколаде в Золотой пирамиде. А ещё там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Gordon Shop, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Вдове освободителя вместо мужа подарили деревянный шкаф. Социальные участковые помогли семье погибшего в ходе специальной военной операции. Выбирали вместе с детьми эти шкафы. Они будут стоять в детской комнате. Два шкафа. Проект социальный участковый очень помогает. И он как бы нужен. Спасибо большое. Месяц назад у детей был отец. А сегодня у детей шкаф. Спасибо большое, говорит губернатору, за такой выгодный обмен. У неё погиб муж в СВО. И трое детей. Подожди, подожди. То есть детей трое, а шкафа привезли только два? Выбирали вместе с детьми эти шкафы. Они будут стоять в детской комнате. Два шкафа в СВО. И трое детей. Два шкафа. И трое детей. То есть кто-то один останется и без шкафа, и без папы? Были проблемы материального характера, которые нужно было решать. Решить удалось. Но какие-то проблемы частично. Возможно, они ещё будут решаться. Ремонт идёт. Я так понимаю, муженёк сказал, слушай. Давай-ка я поеду в Украину. Привезу нам стиралку, унитаз, газовый котёл. Короче, заработай лёгкие деньжат. Побыстренько мы сделаем с тобой ремонт. Впервые за 23 года. А на чужом горе сделаем ремонт. А заживём. Друзья, вот я нахожусь сейчас на парковке Леруа Мерлен. И вот обратите внимание, какое гигантское количество табличек для парковки инвалидов. Да? Просто неимоверное количество. В одну сторону и в другую. То есть каждый ряд автомобильных парковок начинается с парковочных мест для инвалидов. В обе стороны. И, внимание, вопрос. Откуда у нас такое количество инвалидов? Давайте разберём, сколько я получаю, какова моя зарплата. Вот я рядовой, мой ранг И4, специалист. И4 рангом это самый старший из рядовых. Так, моя basic оплата, базовая оплата, либо оклад, 2600 в месяц. Потом, если я женат, у меня есть дети, и я живу в Филадельфии, на базе того, где я живу, то есть исходя из этого, рассчитывается доплата ежемесячная на жильё. Вот у меня она 2100, потому что я женат, есть дети, и живу в Филадельфии. В вашем зип-коде может быть по-другому. Потом идёт доплата на питание, она тоже ежемесячная. Налогом облагается только basic pay, то есть оклад. Доплаты на жильё и питание не облагаются налогом. То есть, итого в месяц зарплата рядового, старшего рядового, получается 5190 в месяц, на примере города Филадельфия. Вот эти оборванцы в пижаме, в шлёпанцах и растянутых трениках поехали воевать, чтобы солдаты НАТО, которые зарабатывают по 5000 долларов и у которых всё есть, не пришли и не захватили их деревянные туалеты. Не поняли? Не смеётесь? Не смешно? Это Россия. Субтитры создавал DimaTorzok